Ранее Фитс оф Стрэнс. Люк Столтман побил рекорд в Великобритании, подняв бревно в 221 килограмм. Далее Иван Макаров и Рауна Хейнла соревнуются друг с другом в попытке побить мировой рекорд в становой тяге в 501 килограмм. А также Михаил Шевляков попытается побить рекорд в становой тяге в категории мастеров 435 килограммов. Добро пожаловать в World's Ultimate Strongman Feds and Straits. Эпизод 6, финал сезона. Первый сезон мы начали с максимального рекорда в становой тяге от Хаффорта Бьерсона, 501 килограмм. Сегодня у нас два спортсмена попытаются побить тот мировой рекорд, установленный Хаффтором. Максимальный вес в становой тяге. Сегодня я с Лоуренсом Шахлеем. Как у нас сегодня дела? Привет, Марк. Я рад наблюдать битву между этими великими спортсменами. Очевидно, сегодня у нас есть два рекорда, которые нужно побить. Макаров с самого начала поставил себе цель побить мировой рекорд. Это соревнование между двумя атлетами. А еще у нас есть Миша Шевляков, который идет на рекорд в категории мастеров. Он близок к этому в первом сезоне. Был близок. Он считает, что находится в лучшей форме сейчас и хочет побить рекорд. Так что сегодня мы увидим, как будут пытаться побить сразу два рекорда. Итак, сегодня у нас есть три спортсмена. Иван Макаров из России, Рауна Хейнла. Сейчас он в Эстонии. И, как сказал Лоуренс, идущий на мировой рекорд в категории мастеров, Михаил Шевляков, который тоже находится в России сейчас. Мы разбросаны по всей планете. Я в Объединенных Арабских Эмиратах, в Дубае. Лоуренс Шахлей в Великобритании. И Жидруна Савицкаса будет в Литве. Я взволнован сегодняшним финалом. Что у нас сегодня? Каковы прогнозы? О, я думаю, что это всегда волнительно, когда у нас есть максимальный вес на становые тяги. Это был такой серьезный рекорд, когда Тор побил его в первом сезоне. Это битва между Эдди Холлом и Хафтером была просто великолепна. Но этот парень, Иван Макаров, на самом деле он не особо известен как стронгмен, но он специалист по становой тяге. Он очень сильный человек, очень сильный в спортивном плане. А тяга – это просто то, на что он положил глаз. И он только что говорил о том, что хочет поставить этот рекорд. И он хочет не просто его побить. Он говорит, что хочет его уничтожить. Знаешь, в интернете я видел от него невероятные цифры – 520 и 550 килограммов. Такие огромные цифры. Но дело в том, что он до сих пор не поднимал 500 килограммов с пола со стандартным грифом. Это огромный, огромный вес. Это так. Я имею в виду, что в последние несколько лет мы были избалованы какими-то нелепыми подъемами. Также мы упомянули Эдди Холла – 500 килограммов первого человека, который это сделала. Затем Тора, поднявшего немного больше – 502 килограмма. Я не уверен. Ты знаешь, он достаточно сумасшедший, чтобы сделать это. Я наблюдал за его тренировками. Я не понимаю, как он может так часто поднимать такие большие веса. Это вообще за гранью моего понимания. Это огромная нагрузка на центральную нервную систему. Но он умудряется все время поднимать огромные веса. А потом вы смотрите на таких парней, как Тор и Эдди, которые достигли пика своего веса, а затем отступили. Поэтому я заинтересован в сегодняшней битве. Рауна Хейнла – невероятный стронгмен. И мы видим, как он установил рекорд в тяге 400 килограммов на количество раз в начале сезона. Оправился он после этой попытки. Мы видели, как он лежал на полу после этого совершенно вымотанный. Это будет интересно. Но одно точно – Макаров здесь не за вторым местом. Он собирается отдать всего себя. Он идет к этому мировому рекорду. Сегодня мы увидим, как он попытается совершить нечто грандиозное. Я с нетерпением жду этого. А его тренировка? Он тянул около 490 килограммов, что, знаете ли, очень тяжело и очень близко к мировому рекорду. 490 – это безумие, Марк. В прошлом я делал несколько тяжелых попыток. Знаешь, когда я в первый раз поднял 430 килограммов, я подумал, что это огромный вес. И ничто не сравнится с этими цифрами. Для меня это была большая тяга, и я попробовал поднять веса через неделю. Мы тренировались с моим другом, и я понял, что и 300 килограммов уже тяжело. Ты просто так сильно истощаешься от этого. А если ты поднимал 400 килограммов, вот это действительно высасывает все из твоего тела. А ему удается вернуться. Он поднимает большие тяжести. Кстати, мы наблюдаем, что большая часть стронгменов сосредоточены на разных видах тяги. Макаров сосредоточился только на становой тяге, поэтому его восстановление требует всего несколько дней отдыха. Знаешь, я не собираюсь говорить, что этот парень не понимает, что он делает, потому что этот парень уже поднимал большие цифры. А 490 килограммов – это вообще третий по величине вес в мире. Мы видим Макарова сейчас. Он пока просто разминается. Итак, разминка составляет 400 килограммов или 880 фунтов. Он надет в комбинезон для становой тяги, который, опять же, я уже говорил об этом в прошлом, защищает бедра, помогает при рывке. Давайте посмотрим, как это выглядит. Это было легко. Вау! Это было быстро. Видишь, он сделал это так, как будто это очень легко. Может быть, мы увидим мировой рекорд сегодня? Я говорил о том, как этот вес влияет на нервную систему. А он просто поднял 400 килограммов с такой легкостью. По существу, он встал быстрее с весом в руках, чем я встаю с дивана без него. Да, он смотрит, чтобы оценить, как он себя чувствует и как это выглядело. Иногда, как вы себя чувствуете на тренировках, когда делаете подход, кажется, что очень тяжело. А потом ты оглядываешься назад, и это выглядит проще, чем было. Это всегда трудно сказать наверняка, пока ты не посмотришь на себя со стороны. Я уверен, что он будет доволен этой попыткой. Очень важно сделать паузу после этапов разминки. Вы чувствуете, что получает центральная нервная система, о которой мы все время говорим. Начинает сильнее работать, все начинает гореть. Ты получаешь адреналин. Адреналин и то, как ты разогрелся. Именно это и повлияет на подходы с более тяжелым весом. Да, и его движение, это было именно то, что он хотел видеть. Ему не нужно выматываться этими разминками. Он хочет сделать все максимально легко и эффектно, чтобы сохранить энергию на потом. Для рекорда. Итак, у нас здесь Рауна Хейнла в Эстонии, который готовит 375 килограммов. Опять просто разминка. Кстати, у этих ребят уже довольно позднее время. Это безумие. 375 килограммов. Это огромный вес. Конечно, мы видели, как Рауна тянул 400 на повторение всего 5-6 недель назад. Как его тело восстановилось после этого. За последние несколько недель я почти не видел видеозаписи тренировок Рауна. Не знаю, хорошо это или плохо, как будто он отдыхал для этой попытки. Мы знаем, что он силен. Он поднимал 400 на повторение. Как это будет выглядеть на тяге с максимальным весом? Просто выпускает воздух. Поехали. Рауна Хейнла устанавливает планку на сегодня 375 килограммов. Он в комбинезоне для становой тяги, просто гораздо труднее встать в позицию в нем. Вот почему он обычно стоит широко расставив ноги или стоя на коленях, чтобы сразу встать правильно. Но посмотри на это. Вау! Еще один скоростной подход. Продолжение следует... 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 Любимые сериалы, собственный продакшн, мировое кино... Позитивнее... Ежедневно, круглосуточно, на продвижении... Все, как мы любим... Продвижение вещает на территории России от Восточной Камчатки до Западного Калининграда... Мы знаем чётко нашу нишу... Телеканал «Продвижение» позитивно настроен... Добро пожаловать обратно на World's Ultimate Strongman... Фитц оф Стрэндж... Небольшой флэшбэк к первому эпизоду... Там у нас Хаффорд Бьёрнсон... Становая тяга 501 килограмм... Он поставил новый мировой рекорд... Сегодня мы увидим, будет ли этот рекорд побит... Здорово, что мы заканчиваем там, где мы начинали... Гора из Игры Престолов поднял 501 килограмм... Это было стоящее зрелище... Да, это был особенный момент... Это соревнования между Эдди и Тором... Они оба суперзвёзды в этом спорте... Они долго шли к этому... И как хорошо он поднял этот вес... Мы смотрим на него сейчас... Но посмотрите, как быстро он движется для мирового рекорда... Отрывает вес от пола и просто продолжает двигаться... Никаких точек замедления... Совершенно невероятный подъём... В тот день у него внутри было ещё много запала... Мне бы очень хотелось увидеть, каков был его предел в тот день... Но на самом деле сейчас, когда он похудел... И сосредоточился на другом виде спорта... Мне бы хотелось посмотреть, на что он был способен... Ну какой подъём... И он был таким непростым в конце подъёма... Он посмотрел на Магнусона и кивнул ему... Он как будто говорит... Я завершил рывок... Давайте мне уже этот сигнал вниз... Это мой мировой рекорд... Он действительно был невероятен... Я должен сказать, что Эдди и Тор... Лучшие стронгмены всех времён и народов... И Макаров хочет встать наравне с ними... Всем привет! Меня зовут Иван Макаров... Я являюсь профессиональным стронгменом... Родился я здоровым ребёнком изначально... Но в возрасте трёх лет у меня начались серьёзные проблемы со здоровьем... Мне сделали сложнейшую операцию, после которой у меня отказали почки... Один из врачей, который делал мне операцию, сказал моей маме, что я не доживу до шести лет... В возрасте девяти лет я захотел записаться на секцию борьбы... Мне родители не разрешали то, что у меня было слабое здоровье... Но я пошёл сам с друзьями, записался и начал ходить на борьбу... Это был первый опыт мой, связанный со спортом... Так как я рос в бедной семье, мне рано пришлось зарабатывать деньги себе на жизнь... Я начал работать с 15 лет... Работал на самых сложных работах, на стройках по 15 часов... Ну, несмотря на это, я всегда тренировался, я занимался спортом... С самого начала у меня были большие цели... Я всегда был человек всё или ничего... То есть, максималист по жизни... То есть, если я за что-то брался, я это хотел довести до конца и хотел стать лучшим... Для меня не было предела человеческой возможности, человеческой силы... Тяга к спорту, наверное, пришла ко мне тогда, когда я понял, что мне что-то нужно менять в жизни... В юности у меня была, скажем так, тяга сильная к алкоголю... Потому что у меня есть предрасположенность по генам... Мой отец алкоголик... Я хотел что-то изменить в жизни... Я знал, что спорт может меня отвести от этого... Отвести от плохой привычки... И поэтому я, наверное, пошёл в зал и начал тренироваться... Я отдавался полностью этому делу... И оно давало плоды свои... Я начал быстро прогрессировать... Мне очень нравились старинные силовые трюки... Разрывание цепей, которые силачи старой школы исполняли... Я этим восхищался... Я хотел стать таким же... И я работал в цирке, я гастролировал... Это один из самых интересных моментов в моей жизни... Когда я работал с ироковым силачом... Я всегда тренировался... Несмотря на любые жизненные обстоятельства... Как бы сложно не было... А жизнь была у меня... Временами очень-очень тяжёлая... Но я никогда не останавливался... Какие проблемы не были со здоровьем, с финансами... Я всегда знал, что я должен тренироваться... Я должен идти к своей цели... Этот рекорд очень важен для меня... Я отдал очень многое... Я отдал кучу времени... Я отдал очень много своего здоровья... Много средств для достижения этой цели... И я буду идти до конца... Кто меня знает... Те знают, что Иван Макаров не отступает... Он идёт до конца... Самые титульные турниры мировые... По струнмену... Это основная моя цель и задача... К рекорду я готовлюсь... Можно сказать, уже два года... В прошлой попытке... Мне удалось поднять 470 кг... На сегодняшний день... Мне нужно для достижения рекорда... Поднять 502 кг... Я готов на 99%... Уверен в себе... Полон сил и энергии... Этим рекордом я хотел бы... Показать многим... Кто очался в своей жизни... У кого нет финансовых возможностей... У кого есть проблемы со здоровьем... Чтобы люди не останавливались... Шли вперёд... Занимались спортом... Несмотря ни на что... Бывают всякие сложные ситуации в жизни... Но никогда не стоит отчаиваться... И останавливаться... Нужно двигаться вперёд... Спорт — это жизнь... Итак, мы возвращаемся к Ивану Макарову... 450 кг... Вторая попытка... Последняя попытка перед мировым рекордом... Он сделал большой прыжок в 50 кг... Давайте посмотрим, как легко он движется... Подход с 400 кг был просто невероятен... Сейчас он просто подтягивает ноги в правильное положение... Так что он может получить силу и опору через ноги... Присед... Стойкость... Сила в ногах... Хорошо... И снова... У Макарова есть особенность... У него большая скорость от пола... Смотри, как быстро он поднимает гриф вверх... Он, правда, немного замедлился наверху... Не знаю, заметил ли ты это, Марк... Но так оно и было... 450 кг... Давайте назовем вещи своими именами... Это почти целых тысяча фунтов... Но при этом всего лишь небольшое замедление в конце... Ему придется добавить еще чуть больше... 100 фунтов... Примерно 50 кг для рекордной попытки... Мне бы очень хотелось, чтобы он сделал это так же быстро... Да, я думаю, что он тоже хочет... Но, как мы уже говорили, он все еще может быть... Его нервная система все еще может быть ослаблена... Раньше он поднимал тяжести побольше... Он поднимает свыше тысячи фунтов еженедельно... Я никогда не видел ничего подобного... Он просто невероятен... Меня зовут Михаил Шевляков... Россия... Мне 40 лет... Живу в городе Омске... Я принимал участие в попытке... Побития мирового рекорда среди мастеров... 430 кг... Но, к сожалению, в первом сезоне... По ряду причин мне это не удалось сделать... Работа была тяжелая над ошибками... И я очень благодарен, прежде всего... Организаторам и спонсорам... Которые дают мне второй шанс... Как и многим другим профессиональным атлетам... В побитии этого рекорда... К счастью или нет... Мой коллега из Ирландии... Джеймс Хики... Установил для меня новую мировую планку... И она сейчас составляет 435 кг... Да, будет нелегко... Но я постараюсь приложить все усилия... К тому, чтобы установить новый мировой рекорд... 436 кг... Но, дай Бог, получится и побольше... Чтобы порадовать и себя... И смотивировать других профессиональных атлетов... В моей возрастной категории... С любовью и Сибири... С уважением из России... Михаил Шевляков... Честь имею! И мы перемещаемся в Россию... Где у нас Михаил Шевляков... Как всегда с беретом на голове... И готов к бою... Он самый очаровательный среди стронгменов... Он не очень хорошо говорит по-английски... Но он всегда старается поговорить со всеми... Он очень дружелюбный... Он пытается развлечь людей... Куда бы он ни пошел... Он любимец публики... И вы всегда видите, как он старается... Он никогда не отступает и не падает... Он выкладывается на все 100% каждый раз... Он просто по-настоящему хороший парень... Вот так... 410 кг... Он уже готов... И снова это широкая стойка... Это все потому что в комбинезоне трудно дышать... Он просто пытается вдохнуть немного воздуха... Прежде чем встать на ноги... Делает последний вздох... А потом он берет штангу... С силой отрывает ее от пола... И тянет назад... Отличная прочная тяга... Ничего себе... И мы видим, что его фирменное кровотечение из носа... Уже началось... Многие люди беспокоятся, когда видят, что у этих парней идет кровь из носа... Это большое давление... Такое сильное давление бывает, когда поднимаешь... Подобные тяжести... Кровь просто хлещет из носа... Это обычная ситуация... Мы видим такое довольно часто... Это абсолютно нормально... Беспокоиться не о чем... Да... Думаешь, он будет доволен этим подходом? Он ведь собирается поднимать 436 кг... Я должен сказать, что он сейчас в лучшей форме, чем в первом сезоне... Тогда он выглядел не лучшим образом... Но в этот раз он выглядит гораздо увереннее... Это был хороший твердый рывок... Он выглядит так, как будто у него в баке еще полно топлива... Мы не можем сравнивать его с Иваном, который идет на мировой рекорд... Однако давайте вспомним, что... Это рекорд 40+, тех, кому за 40 лет... Рекорд Шевлякова в категории мастеров... 410 кг он поднял очень хорошо... Итак, Рауна Хейнле... Мы возвращаемся к тому, что он сделал в первом эпизоде второго сезона... Где он вышел победителем в становой тяге 400 кг на 6 повторений... С 400 кг... Сегодня он будет работать по максимуму... Потому что 6 повторений... Это... Это очень хорошая база для мирового рекорда... Теперь мы его видели уже дважды... Делающего тягу 400 кг на повторение... И оба раза он выходил победителем... Единственный вопрос, который у меня есть... Как он восстанавливается после такой нагрузки и усилий? Вы видели эти 6 повторений? Он отдает абсолютно все... И после этого вы видите последнее повторение... Самое трудное, что он когда-либо делал... Он должен был закопаться... Так сказать, должен был уйти в себя... В очень темное место внутри себя, чтобы завершить подход... Он берет гриф... Он отдал все, что у него есть в этом подходе... Как я уже сказал, когда начинаешь такое... После ты опустошен... На восстановление требуется время... Они все же люди... Не роботы, они не машины... Ну вот, давайте посмотрим на это... Посмотрите на него... Взгляните на эти усилия... Так много людей сдалось бы гораздо раньше... Он продолжал тянуть и просто рухнул на пол... Это требует мужества... Много мужества... Решимости, чтобы закончить такое... Это видно... Интересно посмотреть, как он выберет веса сегодня... Он очень конкурентоспособный человек... Ему нравится, вы знаете... Он выиграл так много соревнований по становой тяге... Он побил не одного из лучших в мире становой тяги... Его место среди таких парней, как Джерри Притчетт... А Джерри — один из лучших силачей в мире... До его уровня мало кто может добраться... Он невероятный, невероятный стронгмен... Я видел, как он выступал против многих силачей... Рауна просто невероятный... Итак, мы начинаем попытку номер два для Рауна Хейнла... У нас есть 425 килограммов... 945 фунтов... И снова хороший, твердый рывок... Макаров прыгнул до 450... Рауна... Это, скорее, тактическая игра от Рауна... Но для меня это выглядело как очень быстрый рывок... Мы начали с сгон. Целых бежим... Это отварили 200 см. Ну, 250 см. На 300 мг. Да, фрунт. Да, фрунт. Так думали. Есть, а также это, не так. Битамин Б3-Б6-Б12... Вы безвоскритивайтесь. БЦА-А! Их невероятность. За кайры, просто защитивайтесь от того... И КОК-10, потому что мы в них тут были в моем... И потом мы могли все пить, без масштаба. А на него есть, что нет. И отварили... Поехание. Он был прогулся... Фьюл. At Castlewater, we have a clear vision to create an independent water retailer providing an excellent water service to all our customers at the best possible price. We're now the second largest water retailer in the UK, servicing more than 350,000 customers. Visit castlewater.co.uk to find out more, get an instant quote and switch to the UK's leading independent water retailer. We are now the winner of this movie and we are the winner of this movie. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Жердунос Савицкас Четырёхкратный обладатель титула «Сильнейший человек планеты», восьмикратный победитель Арнольд Стронгмен Классик, трижды сильнейший человек Европы, обладатель более 80 мировых рекордов. И мы возвращаемся. У нас есть попытка установить мировой рекорд 501 килограмм. Наш судья Жидрунос Савицкас, величайший атлет всех времен и народов. Мы видим его здесь. Он следит за тем, чтобы каждый килограмм был на месте. Я думаю, что это полтора килограмма, верно? Угу. Серебряные? Это да. Мы просто следим за тем, чтобы у них был точно одинаковый вес на штанге. Жердунос всегда проверяет веса, он относится к этому очень серьезно. Мы видим, что Жердунос говорит на русском, общаясь с ребятами на площадке. Он знает много языков, он интересный парень, невероятно сильный, к тому же умный. Раньше он вообще был политиком. Люди этого не знают. Он сам говорит о том, что хочет вернуться в спорт. Я с нетерпением жду его возвращения, а пока он судья, главный рефери на World's Ultimate Strongman Feeds of Strange. И, как всегда, он следит за взвешиванием. Какие у тебя ожидания? Мы видели 450 килограммов. Будет ли сегодня тот самый день для Ивана Макарова? У него было несколько попыток раньше. Может ли он побить Тора? Кажется, что он становится все ближе и ближе каждый раз, когда он пробует такие веса. Так, недавно он поднял 490 килограммов на тренировке. Если вы уже смотрели этот эпизод раньше, то вроде как понимаете. Ну, я думаю, что это не очень правильно, брать такие огромные веса до рекорда. Хотя он потянул 450, это выглядело очень хорошо. И жаль, что я не могу поднять 450 так же, как он. Я не знаю, просто это замедление в конце. Но у него есть на это сила, и он может поднять эту планку достаточно высоко, сделать свои ноги прямыми и поднять этот гриф достаточно высоко. У него все еще есть шанс. Действительно есть. Это невероятно сильный парень. Он выглядит больше и лучше, чем когда-либо. И он уверен, уравновешен. Мы сейчас переходим к Михаилу Шевлякову за мировым рекордом в категории мастеров. На этот гриф было нагружено 436 килограммов. Предыдущий рекордсмен Джеймс Хикке. У него было 435 килограммов. Джеймс — невероятный пауэролифтер. Он действительно показал себя в прошлом году. Он ни в коем случае не является самым большим именем в спорте. Но теперь он побил свой рекорд уже несколько раз. И Шевлякову действительно не удалось побить этот рекорд раньше. Но сейчас он находится в лучшей форме. Судя по разогреву, который я видел сегодня, он выглядит так, будто тренировался усерднее. Он выглядит сосредоточенным. Я действительно думаю, что у него есть шанс сделать это сегодня — побить рекорд. Из того, что мы видели в первом сезоне, может ли рассчитывать на успех в этот раз Шевляков? Мы скоро узнаем. 436 килограммов. Жердунас Савицкас говорит по-русски. Мы тоже находимся в России на площадке Михаила Шевлякова. Я думаю, что сегодня мы увидим рекорд мастеров. Луис? Надеюсь, что так, Марк. Я думал, что он был на это способен и в первом сезоне, но тогда он просто не был в своей лучшей форме. Я думаю, что ему просто нужно немного больше времени для тренировок и хорошего отдыха между попытками. Я думаю, что он определенно получил шанс. Мы были избалованы первым сезоном, где у нас были рекорды почти еженедельно. Мы уже видели, насколько тяжелыми были эти рекорды. Они не просто так называются рекордами, Марк. Я думаю, что у него есть отличный шанс. Его последняя разминка выглядела действительно очень мощно. Он уже готов. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок 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 Когда вы... Вы должны его поднимать. Мог ли я вытащить 520? Я не хочу сидеть здесь и просто говорить об этом. Честно говоря, я не верю, что в тот день у меня хватило бы сил на 520 килограммов. Я очень уважаю этого атлета, очень уважаю эти веса. И я просто действительно не верю, что это возможно в данный момент. Но мы видим, что некоторые великие спортсмены готовятся к некоторым большим весам. И я искренне верю, что кто-то близок и кто-то действительно может побить мой мировой рекорд. Может ли кто-нибудь вытащить 520 сегодня? В 2020 или 2021? Я в этом сомневаюсь. Никогда не знаешь наверняка. Для этого нужно иметь действительно сильный ум. Вы должны быть чрезвычайно мотивированы и сосредоточены. И не только это. Вы должны сделать глубокий вдох, чтобы быть в состоянии сделать что-то подобное. И... Не знаю. Я вытащил 501. И я знаю, что это значит. И поэтому никогда не говори никогда. Всегда найдется тот, кто лучше. Я верю, что кто-то может потянуть и побить мой мировой рекорд в ближайшее время, честно говоря. Этого ты никогда не узнаешь. Мы собираемся начать через минуту, Тор. И, во-первых, огромное поздравление тебе и Кэлси. Я вижу, что жизнь сейчас у вас хороша. Единственное, о чем я хочу тебя спросить. Ты только что упомянул об этом. Нужно все четко знать, чтобы поднять такой вес. Нужно быть очень сосредоточенным. Когда я наблюдал за Эдди на 500 килограммах и за тобой на 501 килограмме, какой самый большой вес ты поднял в зале? Эти парни поднимают невероятные цифры на тренировках, а потом не приносят лучших результатов. Вы с Эдди оба, кажется, умудряетесь достичь пика именно в нужное время. Я просто с точки зрения спортсмена. Я просто хочу покопаться в твоих мозгах и понять, что ты поднял в спортзале. Я помню, как я тянул. Я думаю, что это было примерно 3 недели или 3,5 недели перед рекордом, если я правильно помню. Я тянул довольно много на самом деле. Я думаю, это 480 килограммов. Как ощущения? На самом деле хорошо. Я мог бы вытащить и больше. Но было ли это необходимо? Нет. Нужно поднять лучшее в нужный день. Понять свое тело, достичь пика в день рекорда. И это ключ. Не сдерживать тебя, не пугать тебя. Понять, что ты хочешь. Прийти и быть готовым. Это так легко перетренироваться. Это так легко получить травмы, когда тренируешься много и часто. Я имею в виду... Да, это будет трудная задача для ребят, но я видел их тренировочное видео, и они оба выглядят очень сильными. Я думаю, что это возможно. Если тело точно здорово, то и ум тоже. Они оба невероятные спортсмены, как и ты. Посмотрим, как они справятся. Иван Макаров. Рост 1 метр 83 сантиметра, вес 153 килограмма. Мы видим Ивана Макарова. Он погружается в то самое темное место внутри себя, о котором мы уже говорили. Это видно по его лицу. Он действительно отключился. Как ты думаешь, что сейчас творится у него в голове, Хафтар? Ты уже поднимал такую тяжесть. Через что он проходит? Ну, все люди разные. Вы должны найти что-то, что вас мотивирует. То, что всегда работало на меня, это моя семья. И я всегда был любим своей семьей. Они посещали все мои соревнования, шоу. Не имеет значения, где в мире я соревнуюсь. Они оказывают на меня дополнительное давление и мотивируют меня делать лучше. Для меня это достаточно. Я не знаю, что его мотивирует, но он определенно о чем-то думает. Что-то происходит в его голове прямо сейчас. Например, поднимает уровень, адреналина, и он готов. Я вижу по его лицу, что он сосредоточен. Я просто хотел сказать, что вы можете видеть, что он сосредоточен. Он сделает все для этого подхода. Точно-точно, он тоже выглядит большим и сильным. Он застегнул ремень, подтягивает ноги в нужное положение. Теперь ему нужна скорость от пола, ему нужна сила, ему нужно поднять так сильно, как он может. Генерируй эту силу, подними ее над коленями и сильно потяни, чтобы зафиксировать ее. Давай посмотрим. Давай, Иван. Ну же, давай. Давай. Нет, нет, нет. Ну же. Все к этому вело. Это был очень сильный рывок, он очень быстро поднялся с пола, а потом потянул его выше колен. Я думаю, что это может быть... Да. Он выглядит... С этим весом, как только ты опускаешься на точку ниже колена, особенно гриф просто тащит тебя вниз. Я думаю, что у него потемнело в глазах, у него немного кружится голова. Похоже на то. Давление очень большое, вы могли видеть, с какой силой он оторвал снаряд от пола. Он начал быстро, но не смог удержать его над коленями, а затем закончил подъем. Да, но это все в середине, у него просто кружится голова или болит. Просто немного кружится голова. Да, он поднял очень быстро. Я надеюсь, что у него просто немного кружится голова. Да, я не думаю, что у него травма, но я думаю, что он, вероятно... Как я помню, тот день, когда я вытащил 501, мне казалось, что моя голова вот-вот взорвется. Было так похоже на сильную головную боль, прямо бам! Я его понимаю. Я не думаю, что многие могут понять, каково это тянуть 500 килограммов. Я имею в виду, что я уже поднимал большие веса раньше. Несколько раз давление было огромным. Пойти на такую крайность. Есть только небольшое количество людей, которые способны поднимать такие веса. Это серьезно впечатляет. Макаров отдал все свои силы. К сожалению, ему не удалось побить рекорд сегодня. Он все еще твой Тор. Но через секунду у нас будет еще один спортсмен. Да, сэр, он был великолепен. Он так быстро оторвался от пола. Я верю, что в будущем он определенно сможет вернуться сильнее. Да, он тянул 490, да? Думаю, что да. Возможно, опять же, может быть, немного слишком рано для этой попытки, но... Все люди разные. Есть различные виды методов тренировок. Я тот, кому нужно достичь пика на соревновании. Лично я бы уже не поднял 490 в зале. Но, как я уже сказал, все люди разные. Я знаю некоторых спортсменов, которые могут эффективно поднимать некоторые большие веса. Мы все разные. Ну, можно знать, что чем сильнее ты становишься, тем больше восстановления нужно. Да. Так что многие люди забывают об этом. Чем сильнее ты становишься, тем больше нужно отдыха. Да. Говоря о восстановлении, Тор, сколько времени тебе потребовалось, чтобы оправиться от 501 килограмма? Честно говоря, я знаю, у меня было некоторое время. Я довольно быстро пошел в спортзал. Вернулся в него через неделю. Но потом я немного впал в депрессию. Потому что только что достиг своей грандиозной цели. А потом я словно попрощался со спортом, который люблю, и отправился в новое путешествие. Это было очень тяжело для меня и трудно. Потому что я сразу же отправился в другое путешествие. Я впал в небольшую депрессию. Я думаю, что причина, по которой я впал в депрессию, заключается в том, что я просто слишком быстро пошел на тренировку. Это была очень тяжелая тренировка. Это было мое тело. Я имею в виду, что я весил 205 килограммов, когда потянул 501. И вдруг я стал делать много кардио-тренировок. Я бегаю вокруг и бью мешок дважды в день. Мое тело просто говорило, что ты делаешь, Тор? Расслабься. Сделай перерыв. Отдохни. Но я был просто голоден. Я был мотивирован. Я был движим идеей. Я хотел начать тренироваться. Я должен был дать своему телу немного больше отдыха. И это забавно, потому что я на самом деле большой сторонник периода отдыха. Но иногда ты делаешь ошибку и учишься. Да, я думаю, что всем нужен этот отдых после рекорда. Я думаю, что после рекорда в становой тяге нужен будет целый месяц. Рауна Хейнла. Рост 1 метр 83 сантиметра, вес 142 килограмма. И мы в Эстонии, где у нас есть Рауна Хейнла. 455 килограммов. Я просто хотел сказать, Марк, он берет лишь 455 килограммов. Он пытается победить и только потом поставить рекорд. Есть дополнительный денежный приз за победу. Рауна ведет себя здесь очень умно. Как бы ему не хотелось побить этот рекорд, он все еще думает о своем банковском счете. Идеальная тактика. Я видел, как он выступал и поднимал немного тяжелее, чем это. Сегодня он хочет победить. Все еще огромный вес. Тысячу фунтов. Тысяча четыре фунта или 455 килограмма. Это все еще огромный, огромный вес. Это невероятно тяжело. Не так давно это был мировой рекорд. И Болтон был первым человеком, который потянул 450 килограммов. Это безумие. Как далеко зашли с тех пор. Я уверяю, что это огромный вес. Давайте посмотрим, как это будет. Начинает. Он ставит ноги в нужное положение. Сильное давление. Огромная сила подъема от пола. Маленькая зацепка в середине. Но он продолжал двигаться. И это можно сравнить с попыткой в 450 килограммов у Макарова. Что мы думаем об этом? У кого было больше скорости? Очень похожие подходы, если честно. Очень сильный отрыв от пола. Как только они добираются до высоты колена, они немного замедляются. Но рядом с Рауна он выглядел солидно. Макаров не хуже. Думаю ли я, что он поставит мировой рекорд? Я не уверен в этом, но мы собираемся это выяснить. Михаил Шевляков. Рост 1 метр 87 сантиметров. Вес 145 килограммов. Сейчас отправляемся в Россию, где у нас есть Михаил Шевляков. Он идет за мировым рекордом мастера. 436 килограммов. Грузит веса на этот гриф. Можем ли мы сегодня увидеть мировой рекорд? Что мы думаем, Тор? Я думаю, что он может это сделать. Я много лет соревновался с этим парнем. И у него есть сила духа. Он зверь. Я верю в него. И посмотрите, как бушует команда поддержки. Это похоже на команду поддержки Исландии. Да, точно, похоже. Давайте посмотрим, что он сделает. Он готовится. Давай, Шев. Ну же, поехали. Поехали. Да ладно. Он движется. Выше колен. У него есть все. Да ладно, заканчивай. Он дрожит. Жердунас. Хороший подъем. Ух ты. И сигнал вниз приходит от Жердунаса. Это было. Вау, это было безумие. Какой подвиг. Какой подвиг. Без проблем. Легкий подъем. Это было безумие. Вау. Вау. Этот человек отдает все 100%. Что тут скажешь? Это был максимум. Посмотри, как он дрожит. Выше колен. Из носа у него хлещет кровь. Его бедра все еще не защелкнулись. Жердунас заставляет его ждать, пока он не будет устойчивым. Наконец-то получает сигнал вниз. Какой подъем. Это было впечатляюще. Да, посмотри на его лицо. Посмотри на кровь. Текущую из носа. Боже мой. И мы только что говорили о том, насколько сильна сила духа у этого парня. Он доказал это. Он не сдается, этот парень. Я думаю, что если бы это был кто-то другой, он бы бросил уже давно. Но поскольку он очень опытный, он просто переборол себя. Я думаю, что многие парни, вероятно, сдались бы. Он сделал это, и это было здорово. Потрясающе. 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 Это. Потрясающе. Продолжение следует... 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 С вами был Иван Макаров. Всем большое спасибо, что вы наблюдали за моей попыткой. Я никогда не останавливаюсь. Следующая будет только победа. Всем до скорых встреч. Хорошо, ребята, теперь мы направляемся к Рауна Хайнла с его интервью. Итак, Рауна, как ты себя чувствуешь? 455. Вообще-то, это приятно. Это был не мой максимум, это довольно хороший вес, но за месяц я почти не тренировался, я просто отдыхал. И не был уверен, на что способен сегодня. Я доволен этим весом. Конечно, я хотел пойти на рекорд, но сегодня это было неважно. Я старался быть немного умнее, чтобы не поднимать этот вес. Хорошо, понятно. Вы были перед большой онлайн-аудиторией. Каково это? Большое спасибо, что устроили нам такое соревнование. Это потрясающе. Хорошо, а что у вас в планах дальше? Вообще-то, ничего. Но теперь я начну готовиться к рекорду становой тяги, потому что я не готовился к этому в этот раз. Но я начну готовиться. Что можете пожелать остальным спортсменам, своим соперникам или зрителям? Только не сдавайся. Мы надеемся, что эта пандемия закончится, и в следующем году у нас будет больше соревнований. Хорошо, спасибо. Спасибо. И последнее интервью, но не менее важное, Михаил Шевляков. С этим фантастическим усилием на мировом рекорде в категории мастеров мы направляемся к нему для интервью после рекорда. Наконец-то у меня получилось справиться с этой маленькой большой победой, которую не удалось мне выполнить в первом сезоне. Это все благодаря, в первую очередь, организаторам, что вы дали такую возможность. Ну, и, соответственно, моей команде, всем тем, кто болел за меня, кто поддержал, вам огромное спасибо. Эта подготовка немножко шла тяжелее, чем предыдущая, но чем тернистый путь, тем сладче вкус победы. Всем спасибо, до новых встреч, увидимся на чемпионате мира в ноябре. Итак, это снова мы из World's Ultimate Strongman Feeds of Strange, шестой эпизод, где у нас была максимальная тяга. К сожалению, сегодня мы не побили твоего мирового рекорда, к счастью для тебя, Хафтор, но у нас был Михаил Щевляков, получивший мировой рекорд мастера. О чем мы сегодня думали, ребята? Я думал, что это было абсолютно просто. У меня мурашки побежали по коже. Всегда приятно видеть, как он работает. Большие поздравления ему. Именно то, что сказал Тор, наблюдать за Мишей всегда интересно. Вы знаете, что получите. Только решимость и большое сердце. Он отдает абсолютно все. Мы не видели рекордной тяги в абсолютной категории, но мы увидели рекорд среди мастеров. Поздравляю Мишу. И надеюсь, этот эпизод Feeds of Strange даст мотивацию многим людям. Это даже вдохновило меня. Не знаю, как вы, ребята. Лоренц, ты возвращаешься к тренировкам? Меня почти подмывает вернуться. Никогда не знаешь. Еще раз, мы хотим поблагодарить тебя, Хафтер, за то, что ты пришел сегодня в качестве специального гостя, чтобы немного посмотреть на соревнования с нами. Особая благодарность от нас. Безусловно, большое спасибо, что пригласили меня. Это было для меня удовольствием и честью. Большое вам спасибо, ребята. Берегите себя. Уважаемые программы. Спасибо, ребята. Спасибо вам за все, и Лоренц Шали. И надеюсь, что вы должны быть поднимать. Для Уважаемых программы. Уважаемые программы. Уважаемые программы.